Мы уже рассказывали о том, что неравнодушные славянцы делают многое, чтобы помочь защитникам Отечества. Для них открылись и новые возможности благодаря постоянной поддержке этой благородной работы депутатам Госдумы России Иваном Демченко. Подробности в нашем следующем репортаже. Как известно, наша армия опирается на крепкий тыл. Это не только большие предприятия, работающие на оборону страны. Свой посильный вклад вносят обычные люди. Вот небольшой кабинет общественной организации превратился в мастерскую по изготовлению сухих душей. Для воинов, находящихся в непростых полевых условиях, такое средство помогает соблюдать личную гигиену, используя минимальное количество воды и времени на процедуру. Сухой душ очень востребован у наших бойцов, а славянцы с радостью направляют все свои силы, чтобы помочь солдатам и офицерам на передовой. Еще одно очень перспективное направление работы – изготовление сухих овощей и фруктов, которые идут на супы и компоты, а также сухариков. Сухие борщи, сухие супы, каши сладкие. Мы сейчас сушим сухарики. Это тоже очень востребовано и нужно. И поэтому мы вот с такой инициативой вышли. Иван Иванович нас поддерживает, наши все инициативы. Мы благодарны Ивану Ивановичу за его поддержку наших инициатив, за то, что он тесно работает с общественными организациями, работает с жителями Славянского района. Работа у нас ведется. Благодаря сушилкам, приобретенным на средства депутата Госдумы России Ивана Демченко, наши славянские женщины делают очень качественную овощную сушку. Процесс это не быстрый, но он стоит того. Самое главное, что все совершенно бескорыстно работают для военных и делают это с любовью. Все приходят, все от чистого сердца помогают, кто чем может. Вот прям, знаете, очень приятно это видеть и слышать, когда человек приходит и говорит, а я хочу чем-то помочь. Это дорогого стоит. И наши ребята, конечно, знают, что мы надежный тыл, что мы за них молимся, что мы не сидим на месте. Мы стараемся им передать все то, чтобы им там было чуть-чуть теплее от нашего сердца, от наших рук. Вот так крепится связь тыла и фронта, где идет сражение за свободу Отечества. Специальная военная операция стала катализатором для роста патриотического настроя. И это очень важно для единения страны. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».